Всем доброе утро! Давайте начнем мой влог с этого чудо прекрасного, распрекраснейшего. В общем, я уже который день хожу на пробежку, прогулку, вернее, по району здесь рядышком. И вчера нашла место, куда выходят олени. В общем, они второй день подряд в 8 утра выходят на вот эту поляну и не боятся людей. Я прохожу мимо, они себе спокойно здесь пасутся и играет вот этот маленький олененок, прям точно как Бэмби из мультика. Это семейство, и они такие красивые, я не могу просто. Представляете, вы себе проходите здесь по дорожке, а кто-то вообще вот здесь живет. И представляете, как им повезло, они каждое утро могут наблюдать эту картину, что олени выходят на полянку. И здесь вот тусуются. Это так необычно. Не, ну вот такое где-нибудь видели, чтобы просто так гулять по улице. И вот здесь олени пасутся. О, это так круто! Ну, надеюсь, вы зарядились позитивом на целый день. И я примерно часик гуляю уже несколько дней подряд. Как не хочется прощаться. Ну, пока, пока красивые. Я пошла. Можно, конечно, с вами здесь стоять долгое время, но... Нужно идти. Я пошла. До сих пор на траве роса в этой части. Хотя так душно и тепло уже в 8 утра. Можно купаться, идти в бассейн. Как бы меня пока радует погода. Лето закончилось, но тепло до сих пор держится. Хожу пешком я для того, чтобы держать себя в тонусе. Не только физическом, но и душевном. Мне прогулки помогают. Вот, например, я не хотела сегодня идти гулять, но заставила себя, и ни капельки не жалею об этом. Мне теперь хорошо. В принципе, и было хорошо, но, знаете, все равно нужно себя постоянно стимулировать и что-то делать. Потому что бездействовать плохо, так не пойдет. Силы куда-то деваются, настроение падает. Нужно постоянно быть в движении в каком-то. Я раньше думала, что даже просмотр фильмов каких-то или сериалов помогают. Но, тем не менее, вы не двигаетесь. Вы смотрите эти сериалы лежа на диванах, и вам не так уж это все и помогает. Может быть, перед сном только, чтобы уснуть. Хотя мне на последнее время тоже это не помогает. Я, наоборот, возбуждаюсь и не хочу спать. Хочу поделиться небольшим лайфхаком. Может быть, картины не совсем ровно висят. Я их пыталась, в общем, ровно повесить, но одной сделать это очень сложно. Я вам с удовольствием покажу скоро свою квартиру, как я ее обставила. Просто хочу поделиться идеями. Может, кому-то пригодится. Такие рамки в Икеа стоят 15 долларов и выше. И я все долго думала, покупать мне их или нет. В итоге случайно гуляла по однодолларовому магазину. В доллар-3 у нас есть такой магазин, где все товары по одному доллару. Увидела рамки. Я как раз-таки думала, что мне нужны черные рамки. Увидела обычные рамки. То есть, одна рамка 1 доллар со стеклом. И, собственно, все. Я нашла картинки в интернете, распечатала их в типографии за 15 центов. Одну картинку. И вставила в эти рамки. Итого у меня, грубо говоря, 4 доллара вышло за 3 картины. И это у меня Нью-Йорк. Это у меня Прага. И это у меня Токио. Знаете, я не могу дождаться уже, когда начну снимать видео о новинках, о покупках. И поэтому в этом видео решила вам показать свой новый аромат, который у меня появился совсем недавно. Я его очень давно хотела. Это Amouage Sunshine. Он очень красивый. Во-первых, коробка, посмотрите, какая шикарная. Выглядит как летний аромат. Называется как летний аромат. Но я бы не сказала, что он летний. Потому что он сладкий. Сладковатый. Он яркий, восточный. Приятный, вкусный. Летом, если слишком жарко, он бы душил. Сейчас вот на осень, на зиму, на весну он будет идеален. Его я заказывала, как обычно, как и все остальные парфюмы, на сайте духи.рф. Я постоянно у них заказываю ароматы. Там не подделки, там оригиналы. Они, кстати, продают тестера, которые гораздо дешевле, чем ароматы. Все почти ароматы, которые здесь, я заказывала на духи.рф. Например, вот этот Amouage, который я вам показывала. Это все оригинал. Как бы подделок у них нет. Киллиан, вот этот я там же заказывала. Молекулу. Я заказывала там же Монталь. Я там тоже заказывала. И я знаю, что у них Атар представленные ароматы. У них Том Форд. Все. Джо Малон. Как бы ароматы у них есть все. И вот он мой красавчик, новичок. Летний аромат. Летний, но не летний. Восточный. Это чисто женский аромат. Он, опять же, красивый, яркий, самодостаточный. Такой вот как завершение вашего образа. Вообще все ароматы Amouage очень хорошие. Обратите на них внимание. Они не дешевые, но зато очень стойкие, очень красивые. Но вот этот белый мой самый любимый. Если вы хотите выбрать между каким-либо, то я советую обратить внимание на вот этот белый Amouage. И под этим видео я оставлю все ссылки на сайт. И есть у меня специальный промокод со скидкой 7%. Если вам интересно, то можете заказать со скидкой аромат. Влог получился не совсем домашний. Мы все-таки решили выехать с Сарой в музей Дали. Мы в нем ни разу не были. Мы как-то заходили просто так вовнутрь. Но в сам музей мы не заходили. И я на группоне нашла билетик со скидкой. Саре тоже недорого получается. Со скидкой 18 долларов для взрослого, а 10 для ребенка. Но вообще каждый четверг мне сказали, когда я уже купила билет, как обычно. Каждый четверг музей работает дольше, чем обычно, до 8. И с 5 до 8 можно за 10 долларов пройти. Приехали в музей Сальвадора Дали. Он находится в городе Санкт-Петербург, во Флориде, прямо на побережье. Здание музея Сальвадора Дали очень красивое и входит в сотку лучших архитектурных зданий Флориды. На улице можно сфотографироваться вот с такими усами Сальвадора Дали. Только был дождь, и здесь полно лужи. А там, смотри, тоже красиво. Только на лавочку пока не садись. Здесь можно купить книги, пазлы с картинами, одежду. Смотрите, одежда с картинами, принт картин. Можно картину купить, реплику. Да, еще нам нравится при входе в музей, здесь стоит Роллс-Ройс, очень красивый. И за рулем водяной. Таксист водяной. Нет, дом-тач написано. А, сзади сидит русалка, еще льется вода. Как интересно. Сара, не трогай. А это имитация воды, как будто бы вода вылилась из машины. Там внутри, видишь, вода. Они как будто из-под воды выехали на берег, наружу. Даже улитка прицепилась на машину. Вот. Нам дали аудиогид. Сари тоже. С наушниками. Здесь есть вся информация на русском языке. Появилось. Знаю, что не было на русском. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok На территории музея еще есть маленький лабиринт. Субтитры создавал DimaTorzok Опа-на! Что? Тупик! Мы так долго шли и пришли в тупик? О, нет! Мы только что вернулись в музей. Тебе понравился музей? Спасибо! А что больше всего понравилось? Бла-бла-бла! Бла-бла-бла! А что больше всего понравилось в музее? Усы! Усы? Логично Мы, в общем, пришли И пора спать уже, Сарина Мы вспомнили, что у нас уроки Один листочек в математике Сейчас будем его решать До слез А то помни А то помни Вчера одну буковку не смогла нарисовать Не смогла нарисовать одну буковку Все, ребят, мы, в общем, домашку делаем Какое число показано На блоках? Считай Две десятки и тринадцать однерок Это сколько? Тридцать три Правильно Это значит, надо двадцать плюс тринадцать А какое число показано на блоках? One ten Sixteen ones Десять плюс шестнадцать, да? Десять плюс шестнадцать Сколько будет? Двадцать шесть Правильно, давай Значит, сколько? Двадцать семь Молодец Почему меня так трясет, когда я с кем-то уроки делаю? Я помню, я с Каримом как-то делала уроки, когда он был маленький Я думала, я его убью просто Мне такая была злая Я, конечно, его не била, ничего Но меня вот так аж трясло от власти, когда он не понимал И сейчас Сара то же самое Я так злюсь, когда она не понимает Напишите в комментариях, как у вас с детьми Как вы делаете с ними уроки вообще Я даже не знаю, как спокойно можно делать уроки с кем-то Как? В общем, всем спокойной ночи Увидимся скоро в новом видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok